С 1 апреля изменились правила сдачи экзамена в ГИБДД, а также требования к автошколам. Что упростят, а что станет сложнее? Какие ещё нововведения ждут водителей? В следующем материале выпуска расскажем и объясним, что важно знать каждому, кто хочет быть за рулём. Надя зимой решила получить права и пошла учиться в автошколу. За рулём вторую неделю. Это её третье занятие с инструктором. Ещё маленько страшно. Разворот сложнее и перестроение. Сначала сложно, а потом уже привыкаешь и вроде нормально становится. Надя будет сдавать практический экзамен уже по новым правилам. С 1 апреля вступили в силу изменения в практической части экзамена. Теперь при сдаче экзамена на вождение в городе можно будет получить до 7 штрафных баллов. Пересмотрены требования к оценке навыков управления транспортными средствами при проведении практического экзамена в госавтоинспекции. В порядке ошибок снижено количество штрафных баллов. Так, в случае начала движения кандидатом-водителем непристёгнутым ремнём безопасности, ему будет выставлено 4 балла. И экзамен будет продолжен. В ранее экзамен сразу заканчивался. Увеличивается количество штрафных баллов, при наличии которых экзамен считается сданным. До 7 баллов. В ранее было до 5 баллов. Кроме того, будут увеличены габариты для выполнения разворота в ограниченном пространстве. По новым правилам они составят 7 метров вместо 5. Также при сдаче в учебной машине установят ещё одну камеру. Шестую по счёту. Ранее требовалось 5. И направят её на ноги ученика. Помимо этого, в автомобиле установят дополнительную звуковую и световую сигнализацию. Если инспектор либо инструктор быстрее ученика нажал на педаль сцепления и тормоза, сработает загорится лампочка дополнительной оборудованной или сработает звуковой сигнал. И чтобы исключить спорные моменты с учеником. Чтобы ученик скажет, это я первый наступил на педаль, инспектор будет говорить о другом. Ещё одно нововведение – сроки пересдачи экзамена. Раньше после трёх проваленных попыток снова сдать экзамен можно не раньше, чем через один месяц. И не позже, чем через три. По новым правилам четвёртую пересдачу назначат в срок от шести до девяти месяцев. Также к экзамену могут и вовсе не допустить. Людей, лишённых водительских прав. Лиц, которые не явились в военкомат по повестке. Тех, кто не выполнил условия возврата прав после окончания срока их лишения. Людей, лишённых права заниматься деятельностью, непосредственно связанной с управлением транспортным средством. Пойманных за вождение в нетрезвом виде или отказавшихся проходить медицинское освидетельствование. Продолжение езды с такими правами после окончания указанных сроков будет расцениваться инспекторами ГИБДДМ как езда без прав. За это правонарушение полагается штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Новые правила и по замене иностранных прав. Прощаются процедуры обмена иностранных национальных водительских удостоверений категории М, А и Б. Обмен таких удостоверений производится после успешной сдачи только теоретического экзамена. Правильно, это был и теоретический, и практический экзамен. Обмен иностранных национальных водительских удостоверений категории С, Д, СЕ и ДЕ возможен после предоставления документа о квалификации. То есть подтверждающего прохождение итоговой аттестации в автошколе и успешной сдачи теоретического и практического экзаменов. А учеников серых автошкол и вовсе могут не допустить к экзамену. Изменение коснется учебных заведений, у которых необходимая материально-техническая база существует только на бумаге. Например, у автошколы нет тренажеров или площадок. С 1 апреля автошкола не сможет получить или продлить лицензию на образовательную деятельность без заключения о соответствии учебно-материальной базы. Ученики таких заведений не будут допускаться к сдаче экзамена на водительское удостоверение.